Братья Стругацкие Поплотнее закутался в плащ и бросил поводья. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы, изгнившие частоколы времен вторжения. Далеко слева вспыхивала и гасла угрюмая зарева. Должна быть горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных мертвожорок, висельников, ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в желанные, благодатные и ангельские. У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. Реребец шарахнулся, задирая голову, румат подхватил поводья, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоятку меча, всматриваясь. Человек у дороги снял шляпу. Добрый вечер, благородный Дон. Прошу извинения. В чем дело? Румата прислушался. Без шумных засад не бывает. Разбойников выдает скрип тетивы, серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива, баронские дружинники алчно сопят и гремят железом, а монахи, охотники за рабами, шумно чешутся. Но в кустах было тихо. Видимо, этот человек не был наводчиком. Да он и не похож на наводчика. Маленький плотный горожанин в небогатом плаще. Разрешите мне бежать рядом с вами? Изволь. Можешь взяться за стремя. Кто ты такой и откуда? Меня зовут Киун. Я иду из Арканара. Бежишь из Арканара? Бегу. Судак какой-то. Может быть, шпион? Надо проверить. А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто и такой, чтобы его проверять? Да не желаю я его проверять. Почему бы мне просто не поверить? Вот идет гараж.